друзья доброго дня в принципе так на сегодня находимся германия и я пробую вот с такого необычного ракурса как бы заснять потому как ну камера подцепил как говорится на голову да на лоб я не знаю вам понравится не понравится с такого ракурса то есть прежде очередь хочу чтобы мне комментарии написали как нравится не нравится потому что ну я не знаю как потому как у нас споры возникли женой там что данное видео но не представляет собой интереса как бы смотреть да и все так и сначала сегодня нас 11 марта сейчас даже видно навигацию хорошо да и принципе если присмотреться то можно даже увидеть и панель прибора мою и мы поворачиваем поворачиваем дуговато дуговато но мы вписались опять же следуя навигации ну там я заезжал был знак грузовым запрещен но свободен для погрузки или для выгрузки то есть именно для таких моментов как бы но у меня здесь была только что загрузка я думаю если меня полиция остановит то я покажу документы которые я имею адрес загрузки а дальше я выезжаю как рецепт по по простому пути вот хотя мне надо сейчас еще сдать палеты вот до него буквально 12 километров будем колесить по дрездам буквально аж на ту сторону где-то там ну короче как то так ну и дальше там на одном же адресе ох ты цепляем чуть-чуть деревьями антенку заберем еще мы цоль документы это таможенные документы и вот так видите как покрашена но я верю что в чем прикольно нету никакого именно ведь и застекления как у нас все в один тон никаких кондиционеров спутниковых тарелок там еще какие-то даже белье как бы чтобы виселок там увидите нет его но так как наверное так должно быть идея не уверен так мы поехали загрузился я таким станочком каким-то не знаю там тону 300 важит всего лишь смотрим как прицеп заходит поворот чтоб не цепляла край тротуара сегодня понедельник 11 марта время нас 1036 погодка так скажу буквально на выходных такой сильный паривости ветер такой вы знаете очень я даже стремался думаю что меня не перекинуло это я был на паркинге на паркинге и потому когда пустым чуть-чуть так заходим заходим видите как придерживать немец спасибо ему дает мне возможность ехать рулиться да как бы просто никто не хочет да ну и сейчас прицепом краем его зацеплю или как-то еще чем-то и стоят разгребать эти все вопросы касательно страховки да и всего прочего этого понятно что есть застраховано все но потом в дальнейшем этому же владельцу его продавать автомобиль он уже будет там чуть-чуть биты крашеный соответственно цена уже будет намного ниже нежели вот аккуратненько ты проездил какой-то там год-два ты его продаешь и если все в прекрасном состоянии соответственно цена чуть веселее вот так это как к слову лирика ну сами понимаете культура вождения мы же своему свою очередь я так понимаю слева какие-то дачные массивы справа гаражи вот такого это как постсоветского пространства да здесь же такие участки не знаю сколько соток конечно каждому намеренно ну что то есть тем более это в городской черте так опять я въезжаю в такие ну не знаю видите наверное пропустит меня здесь это хорошо барышня говорит так все таки то я должен уступать потому как у меня препятствие ну и смотрим опять же вот этим населенным то есть дома кстати тут застеклился вот застеклился но прозрачно наверное все таки возможно каким-то образом хотя наверное чисто стеклянная поверхность ну вернее не поверьте не поверьте а утеплился или как бы я не знаю оборудился это мы едем какая-то жилая жилая зона кстати ну навигация ведет хотя хотя на как она поведет в любом случае даже я чуть поверну она сейчас перестроится с другим маршрутом она будет все равно везти ладненько едем дальше друзья здесь даже автобусная остановочка дедушка спасибо ему но он поворачивает направо так что ему ему все равно а мне вот на налево трамвайные пути слева тоже трамвайчик ладно прервемся пока ждать долго наверное друзья блин ну просто я не знаю но стали все хоть там не знаком никаких нету таких запрещающих и либо это самое ни светофора ничего нет но дали мне возможность выехать свободно как бы за что большой плюс респект так лидл магазин но у нас все есть опять же свите встать негде автобусная остановка ну вот я сейчас встану здесь ну перекрою опять же ну это пять минут максимум если сбегать там чисто за хлебом это так может как бы допустимо а так в дальнейшем ну как бы не вариант так 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 друзья опять же повторюсь если кому нравится пожалуйста комментируйте если я в том плане что формат если такого видео будет ну чуть-чуть меняться только не там закреплен на лобовом стекле да когда прямо камера и там я не могу никак вправо-лево вертеть либо же вот таком вот как сейчас да это вид изнутри ну есть возможность как говорится чуть-чуть вправо-влево просмотреться да что-то где-то как-то направо это мне очень немаловажно то есть ваше ваше видение как вам как вы к этому относитесь все-таки есть такие старинные вот домики не знаю как войну ну великое отечество да дрезден насколько он был разрушен собака на машину гавкает вы знаете за сколько время это наверное первая первая собака которая так импульсивно реагирует негативно да вот хотя видите такой выгул для собак я думаю позавидуют собачники да кто там собаководы кто имеет такого то есть специально в таких местах просто позаниматься или со своим песиком вот так то есть иметь место слева я так понимаю наверное кладбище какое-то ну наверное опять же я не берусь утверждать опять навигация смотрим меня ругается кроме то есть проезд грузовиков запрещен кроме доставок ну мы как бы типа вроде как бы едем да как вроде бы доставляем что-то а так 30 надо ехать да какая-то жилая зона тут попадался такой асфальт вы знаете ну опять ругается вы знаете напоминает мне чем-то вот украину как бы да ну может где-то и опять же глубинка россии там и ну за белоруссию я ни разу не был так что мне там утверждать не нечем вот какие-то дороги хотя по отзывам вообще говорят в принципе там неплохие в беларуси но проезжал я вот здесь ну типа вот напомнила на такой участок который вот просто колбасило вот так вот потихонечку ехал там 20-30 км в час пока проехал данный участок ну а так в целом вот так это солнышко выглядывает показывает компьютер плюс 6 но на трассе я ехал но сейчас ближе к полудню на температурка подымается а так я ехал плюс два плюс три было вот таком вот температурный диапазон был на сегодняшнее время я на раскрытие всего подъезжаю ближе к центральной части города я так думаю как не наливее перестроиться все-таки дал центру меня меня ведет навигация ну относительно центра потому как направо грузовикам 15 он запрещен ну вот так отладника пока стоим ждем дальше так поехали дальше так поехали налево видите въезд запрещен кроме такси ну я расскажу так это в центре или около центра я да заколесил дядя подождет потому как сзади большая очередь из авто собралась в чем опять разница пускай даже с украиной я потому как я побольше по крайне ездил вот видите да я в центре заехал но никто меня не догоняет никакая полиция и останавливает перекрывает движение затрудняет всем остальным участникам такое же самое напряжение как бы да и выясняет почему если я заехал давай меня как говорится наказывать вот выписать протокол там или постанову сразу то есть для того чтобы я там оплатил и все такое то есть здесь же видите ну наверное если я еду то значит не специально я туда заехал да заблудился наверное все понимают проще будет если я ленька потихонечку но я удалюся и дальше там пробочка или как бы такое затруднение само собой рассосется домики частные но это уже более таких как говорится таких заможных таких людей которые могут себе позволить да или купить или содержать опять же такой дом жить в нем как соответственно оплачивать все коммунальные опять же наличие должно быть какой-то вот я думаю там уборщица какая-то должна быть ну потому как пыль хоть ты живешь хоть ты не живешь она все равно есть и ты должен ее время от времени это делать уборку так же самое как в автомобиле то везде такое так что от этого не деться вот я так понимаю наверно мы сейчас поедем по этому мосту нас вытягивает туда налево и на ту сторону налево и на ту сторону друзья вот если вам видно будет хорошо светофор да красный зеленый и между ними вот такая камера ну скорее всего она стоит больше как на датчик движения то есть если по полосе какой-то есть автомобиль оно его переключает дает разрешение какое-то сделать маневр да то есть разрешительный какой-то вот в данном случае не просто когда нет автомобиля то есть или может когда на левую сторону нет автомобилей просто прямо постоянно горит зеленый ну и тем самым не создает какого-то затортика красная дорожка это здесь преимущество велосипедистов на что нужно очень особое внимание он едет велосипедист но он поехал налево пересекаем речку не знаю как будет написано нет у меня мне ничего не пишет вот и здесь нету никаких обозначений вдалеке вон какая-то церковь ну скорее всего костюм конечно камеры слева справа видите на 40 едем мы вон 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 Что-то я ехал без света включенного. У меня где-то сейчас около 13 тонн всего. Но это вот такие домики уже по квартирам, без подъезда. Зеленый, зеленый, держись. Вот он, какой-то стержень такой, да, карандашик. Ой, блин, шейте, допустим, с полостью. Хо-хо-хо. Через 200 метров направо. Значит, нам нужно занять вот эту правую полосу. Ладненько, ждем, друзья. Прождали пока автобус на Сноукоут. Не знаю, как мы уедем, успеем ехать. Направо, тут еще островочек. Ох ты, ё-моё. Все в порядке. Интересное здание. Что бы там такого значило? Так, нам налево скоро. Ну, мы практически приехали. Сейчас буду искать название фирмы. Вот она. Фентхол. Документы. А, так это она что же есть? Угу, отлично. Ладненько, ждем. А, вообще-то не ждем, мы едем. Посмотрю, у никого трамвайчика нету. В чем прелесть автомата? Нажимаешь, а тут надо думать, какая передача. Может, тебя срадят, стартуешь третью и сразу на пятую. Может быть, не так, не нужно. Было нам вот четвертую включить. Тем более груженым. Ага, направо. А что у меня, на той стороне, что ли? Не понял. Не туда въехал. Видите, как получилось. Ладненько, друзья. Давайте пока я тут сейчас разберусь с этим. Далее, может, продолжим-то. Ладненько, всем удачи. И не забываем, друзья, ваши комментарии о том, что данный формат такого видео. Все, удачки.